Глава девятнадцатая. Заповедь жить в Эрц Исраэль. Жизнь в Эрц Исраэль – это митцва де Орайта, то есть заповедь, данная непосредственно Торой. Более того, по важности, она равна всем остальным заповедям вместе взятым. Можно даже сказать, что она их превосходит, потому что она обусловливает их исполнение. Тора говорит, «Когда Господь твой Бог истребит народы, к которым ты приближаешься, чтобы наследовать, ты изгонишь их и поселишься в их земле». Дворин 12.29. В этом стихе прямо упоминаются две заповеди, связанные с Эрц Исраэль. Первая – «Изгнать неевреев». Ивритское выражение «К которым ты приближаешься, чтобы наследовать», Онкелос переводит как «К которым ты приближаешься, чтобы изгнать». Вторая заповедь – «Поселиться в их земле». Да, это заповедь – «Жить в их земле», в Эрц Исраэль. Вот что говорят мудрецы по поводу этого стиха. Сифри Реи 80. «Ты изгонишь их». Комментарий. Раби Иуда бен Бетера, Раби Матия бен Хереш, Раби Ханина бен Ахи, Раби Иошуа и Раби Йонатан покидали землю, прибыли в Палтум и вспомнили Эрц Исраэль. Тогда их глаза прослезились, они заплакали, разорвали свои одежды и произнесли стих «Ты наследуешь ее землю и поселишься в ней, и ты будешь неукоснительно хранить все законы». Дворим 11.31.32 Они вернулись в свое место и сказали «Жизнь в Эрц Исраэль равна по важности всем заповедям Торы». Раби Лазар бен Шамуа и Раби Йоханан га Сандлер шли в Ницевим в дом Раби Ягуды бен Бетеры, чтобы изучать у него Тору. Достигли Сидона и вспомнили Эрц Исраэль. Их глаза прослезились, они заплакали, разорвали свои одежды и произнесли стих «Ты наследуешь ее и поселишься в ней, и ты будешь неукоснительно хранить все законы». Они вернулись в свое место и сказали «Жизнь в Эрц Исраэль равна по важности всем заповедям Торы». Конец цитаты. Наши мудрецы ясно говорят, что жизнь в Эрц Исраэль – это не просто заповедь, но заповедь огромной важности, равная всем остальным заповедям вместе взятым. Из этого отрывка четко видно, что заповедь «Жить в Эрц Исраэль» никак не связана с наличием или отсутствием храма. В конце концов, обе описанные истории произошли уже после разрушения храма. Ученые Мишны постановили, что жить в Эрц Исраэль – это заповедь Торы, равно как и запрет покидать Эрц Исраэль. Вот что говорят мудрецы Тосефта Аводазара 5.2. Человек должен жить в Эрц Исраэль, даже в городе, большинство жителей которого – идолопоклонники, а не вне земли, даже в городе, который полностью еврейский. Это учит, что жизнь в Эрц Исраэль равна по важности всем заповедям Торы вместе взятым. Если кто-либо похоронен в Эрц Исраэль, это так же, как будто он похоронен под жертвенником. Человек не должен покидать Эрц Исраэль, кроме случаев, когда цена пшеницы поднимается до двух мер Сеа на одну монету Села. Раби Шимон сказал, «Это относится к ситуации, когда человеку не хватает денег, чтобы купить еду. Но если у него есть деньги, то даже если цена составит одну Сеа на Села, он не должен покидать». Так же говорил и раби Шимон, «Элемелех был одним из величайших светил поколения и лидеров общины, и поскольку он покинул Эрц Исраэль, и он, и его сыновья умерли от голода, тогда как весь Израиль выжил в своей земле, как сказано, весь город был взволнован о них». Руфь 1.19 Это учит, что весь город выжил, тогда как он и его сыновья умерли от голода. Теперь, когда говорится, «Я безопасно вернусь в дом моего отца», Берешит 28.21 Почему нужно добавлять, «Тогда Господь станет для меня Богом» там же? «Однако Тора говорит, чтобы дать тебе землю Ханаана, быть Богом тебе» Вайкра 25.38 «Пока ты в Ханаане, я буду тебе Богом. Если ты не в Ханаане, я не Бог тебе». Так же сказал и Давид, «Ибо они изгнали меня сегодня, чтобы я не прилепился к наследию Господа, говоря «Ступай, служи другим богам»» 1 Шмуэля 26.19 Могло ли тебе прийти в голову, что царь Давид идолопоклонник? Нет, но он объяснил так «Всякий, кто отказывается от Эрцисраэль в мирное время и покидает ее, это так же, как если бы он служил идолам, как сказано «Я посажу их в этой земле в истине со всем моим сердцем и всей моей душой» Ирмиягу 32.41 «Если они не в этой земле, они неподлинно посажены передо мной, не со всем моим сердцем и не со всей моей душой» Похожие слова мы встречаем и в Талмуде, кто вот 110 бет «Равины учили, человек должен всегда жить в Эрцисраэль, даже в городе, большинство населения которого идолопоклонники, и он не должен жить вне Эрцисраэль, даже в городе с еврейским большинством» «Кто живет в Эрцисраэль, подобен тому, у кого есть Бог, а кто живет вне Эрцисраэль, подобен тому, у кого нет Бога, как сказано «Дать тебе землю Ханаана, чтобы быть тебе Богом»» Вайкра 25.38 «Неужели любой, кто не живет в Эрцисраэль, не имеет Бога? Скорее, смысл в том, что если кто-то живет вне земли, это так же, как будто он служит идолам» Царь Давид сказал «Ибо они изгнали меня сегодня, чтобы я не прилепился к наследию Господа, говоря, «Ступай, служи чужим богам»» 1 Шмуэля 26.19 Разве кто-то говорил, что царь Давид служил другим богам? Скорее, это учит тому, что кто живет вне земли, это так же, будто он служит идолам» Конец цитаты Кроме того, согласно мудрецам, муж может силой заставить жену отправиться в Эрцисраэль, чтобы выполнить заповедь. Более того, даже жена может заставить своего мужа, раб-хозяина. В Мишне говорится, кто вот 110 бет, «Любой может заставить переехать в Эрцисраэль, но никто не может заставлять других покинуть ее». Талмуд так комментирует этот отрывок. «Любой может заставить, включая рабов». Вот комментарий Раши. «Если у человека есть раб-еврей, еврей должен следовать за ним против своей воли». Смотри, Ран, там же Ран ссылается на Равада, который утверждает, что раб даже хананейского происхождения может заставить своего хозяина отвезти его в Эрцисраэль, поскольку даже он обязан выполнять заповеди аналогично женщине. Дальше в Талмуде говорится, «Равины учили. Если муж говорит, что надо идти в Эрцисраэль, а жена говорит, что не пойдет, он заставляет ее пойти. В противном случае с ней можно развестись без компенсации. Если она говорит, что надо пойти, а он говорит нет, мы заставляем его пойти. В противном случае он должен развестись с ней и дать ей компенсацию. Если она говорит, что надо покинуть Эрцисраэль, а он говорит нет, мы заставляем ее не уходить. В противном случае она может быть разведена без компенсации. Если он говорит, что надо покинуть, а она говорит нет, мы заставляем его не уходить, либо развестись с ней и дать ей компенсацию. Конец цитаты. Это положение Мишны является законом на все времена, что подтверждают следующие по ским авторитеты. Рамбам, Ишут 13, 19, 20, Риф, Китувод, 110, Бет, Рош, глава 13, Симан, 18, Смак, запрещающие заповеди, 81, Пискей, Горид, Китувод, там же, Ритва, Ран, и Немукей, Йосеф, там же, и многие другие. Причина проста. Заповедь жить в Эрецисраэль это заповедь на все времена. Аналогичное постановление вынес Раф Йосеф Каро, Шулхан Арух, Эвенга Эзер, 75, 3, 4. Вот что говорится в Петхейт Шува, здесь же, Сеив Катан 6. Рамбан считал это заповедью в числе 613 заповедей согласно месту. Наследуешь ее и поселишься в ней. Дворим, 11, 31. И она равна по важности всем остальным заповедям вместе взятым. Сефри Реи, 80. Терумат Гадешен в своих постановлениях Симан 88 подчеркнул важность этой заповеди. Исключение составляет тософот Нактувод от имени Раби Хаэма Коэна. Впрочем, Махарит в своих ответах Симан 28 и в своих Хидушим первоначальные мысли Нактувод доказал, что какой-то ученик по ошибке записал эту идею от имени Тософот и что цитата была совершенно неавторитетна. Махарит прав, и Натевот Мешпад указал на это же. Следовательно, эта заповедь действует во все времена и это ясно следует из всех средневековых и более поздних мудрецов, которые постановляли, что мы заставляем жену идти в Эрцисраэль со своим мужем, как в простом тексте Мишны. Конец цитаты. А вот что говорится в Бавакама 80 бет. Когда человек приобретает дом в Эрцисраэль, мы можем составить акт о покупке даже в субботу. Действительно ли мы можем записать это в субботу? Скорее, можно поручить сделать запись нееврею. И даже, хотя поручать нееврею работу в субботу запрещено раввинским постановлением, раввины не применяли этого постановления, когда речь шла о заселении Эрцисраэль. Конец цитаты. Раша комментирует Гитин 8 бет. То есть, выслать народы и поселить здесь евреев. Рамбан Илхот Шаббат 6.11 вынес аналогичное решение в Шулхан Арух Орахаим 306.11 Если бы заповедь жить в Эрцисраэль сегодня не применялась или была бы только раввинистической, то на каком основании мы разрешали бы то, что раввины запретили делать в субботу? В конце концов, в Тасафот говорится Бава Кама 80 бет. Конкретно для этой заповеди жить в Эрцисраэль можно, но для других заповедей поручать нееврею нарушить Тору не разрешается. Конец цитаты. В другом месте Иерусалимский Талмуд Сота 8.4 мудрецы описывают ситуацию, когда человек вернулся с фронта, потому что построил новый дом, но еще не жил в нем. Цитата «Я мог бы подумать, что некто, кто построил новый дом вне земли, должен вернуться с фронта, поэтому говорится «И не начал жить в нем». Дворим 25. Этот стих говорит о человеке, для которого жить в нем является заповедью и исключает все прочее. Конец цитаты. Пней Моше комментирует там же «Человек, для которого это является заповедью, верец Исраэль, по причине заповеди жить в земле. Это исключает то, что вне земли, где нет заповеди жить». Конец цитаты. Этот же закон применим и к ситуации, когда человек посадил виноградник. Иерусалимский Талмуд Сота 8.5. У Рамбама читаем Хилхот Малахим 7.14. Также сказано «Очистите землю и живите в ней». Бемидбар 33.53. Рамбам комментирует там же «По моему мнению, это является предписывающей заповедью Торы. Тора заповедует им жить в земле и очистить ее, поскольку он дал ее им и они не должны презирать Божье наследие. Если бы им когда-нибудь пришло в голову пойти и завоевать Сен-Наар, Ассирию или какую-то другую землю и заселить ее, они бы нарушили заповедь Бога». Наши мудрецы придавали большое значение заповеди жить в земле и запрету покидать ее, считая мятежным человека, который отказывается сопровождать супруга или супругу в Эрцисраэль. Мятежность является основанием для развода. Причина в том, что здесь, в Медбар 33-53, мы получили в этом отношении заповедь и этот стих является предписанием, повторяющимся во многих местах. Например, «Придите, заселите землю» Дворим 1-8. Последняя цитата, часть фрагмента из Дворим 1-7-8. «Повернитесь и обратитесь в сторону Амрейских гор. Смотрите, я поместил землю перед вами. Придите, заселите землю, которую Господь поклялся дать вашим отцам и их потомкам после вас». Рамбан комментирует, «Это заповедь, а не просто обещание, как я и объяснил». Бемидбар 33-53 цитата выше. Далее Рамбан пишет «Северга Митсвот», предписывающие заповеди, забытые Рамбамом. Митсва 4. «Нам было заповедано заселить землю, которую Бог дал нашим предкам Аврааму, Ицхаку и Яакову». Бог сказал «Овладейте страной и поселитесь в ней, потому что я отдаю вам эту страну, чтобы вы овладели ею. Разделите страну». Бемидбар 33-53-54 «Доказательством того, что эта заповедь являются слова Бога в эпизоде с разведчиками, идите на север и заселите ее, как Господь Бог ваших отцов сказал вам, не бойтесь и не беспокойтесь». Дворим 1-21 Далее говорится «В Кодес Варни Господь послал вас вперед и сказал «Идите на север и заселите землю, которую Я дал вам». Дворим 9-23 А относительно нежелания разведчиков идти в землю сказано «Вы восстали против Господа». Дворим 1-26-43-9-23 «И вы не хотели слушать». Дворим 1-43 Божье слово Израилю было заповедью а не обещанием». Конец цитаты «Настолько много наши мудрецы говорили о жизни в Эр-Цесраэль, что в Талмуде сказано «Кту вот 110 бет». «Кто покидает Эр-Цесраэль и живет вне ее, должен рассматриваться как идолопоклонник». Цитата «Они изгнали меня сегодня, чтобы я не прилепился к наследию Господа, говоря «Иди служи другим богам». 1-я Шмуэля 26-19 Конец цитаты «Это и другие подобные выражения происходят из заповеди «Заселить землю и жить в ней». Итак, это предписывающая заповедь на все времена и каждый еврей обязан ее исполнять, даже при изгнании, как Талмуд постановляет во многих местах, как известно». Конец цитаты. «Итак, мы видим, Бог не только дал еврейскому народу особую землю, но также предписал жить в ней. Жить в земле это не только право, но и долг, уклоняться от которого мы не имеем права. Бог заповедал нам жить в Эрцисраэль под его владычеством, освящая его имя, создавая святое государство и общество, точно исполняющее Тору, вне досягаемости чужих культур. В то же время, когда человек отказывается жить в Эрцисраэль, предпочитая развращенный образ жизни других народов, он совершает непростительный, тяжелейший грех. По сути, это Хилул Ашем, поскольку Израиль начинает перенимать мерзости народов. Вот почему неудивительно, что в пустыне Бог разгневался на наших предков, когда они отказались пойти в Эрцисраэль. Цитата «Давайте выберем нового вождя и пойдем обратно в Египет». Бемидбар 14.4 «Разведчики, которых Моше послал разведать Ханаан, были видными и праведными людьми». Танхума Шелах 4. Цитата «Пошли людей» Бемидбар 13.2 Комментарий «Это согласуется со словами «Тот, кто посылает весть рукой глупца, отрывает собственные ноги и получает урон». Мишли 26.6 «Были ли разведчики глупцами?» Тора сказала «Пошли людей Анашим». И Анашим всегда означает праведных людей. Скорее, они были названы глупцами, только потому, что оклеветали землю. Тем не менее, это были великие люди, сделавшие себя глупцами». Конец цитаты. «Вторгум Йонатан стих Бемидбар 13.3 «Все эти люди были вождями народа Израиля». Передан так «Все были мудрыми людьми, которые были назначены главами народа Израиля». Конец цитаты. «Итак, это были великие праведники, однако даже они согрешили, когда отказали сатерец Исраэль, и решили устроиться в изгнании в Египте. Царь Давид сказал, «Они призрели желанную землю, они не верили его слову». Таилим 106.24 «Мы видим, что даже великие светила того поколения стали глупцами, они призрели желанную землю и решили вернуться в Египет. А сделали они это только потому, что боялись народов и не доверяли Богу. Они не верили его слову». У тех евреев якобы была веская причина «пикуах нефеш» тезис о необходимости предотвратить гибель людей. Вот как разведчики описали Хананеев «Мы были в наших глазах словно кузнечики». «И такими же мы были в их глазах». Бемидбар 13-33 «Они были уверены, что война с Хананеями будет тяжелой и победить их будет непросто. Более того, даже в случае победы израильтяне все равно понесут потери. В конце концов, мы же не полагаемся на чудеса, разве не так? Поэтому эти великие праведники вынесли галахическое постановление, что принцип Пикуах Нефеш отменяет все области Эрцисраэль. Он отменяет Эрцисраэль во всей ее полноте. Конечно, они не собирались отменять Божью Тору. Они всего-навсего хотели вернуться в Египет и соблюдать ее там. Однако именно этим они и согрешили, ведь Бог запретил им жить где бы то ни было за пределами земли. Только в Эрцисраэль они могли освещать его имя и обособленно от других исполнять Тору. Следовательно, никакая опасность не отменяла Эрцисраэль единственное место, где еврейский народ мог исполнять Тору в точности и полноте. Заповедь, требующая завоевать Эрцисраэль и жить в ней, это Милхемет Митсва, заповедь наивысшего приоритета. Такая заповедь отменяет все угрозы и опасности, как пишет Рамбам в Сефер Гамитсвот, там же Митсва 4. Это то, что наши мудрецы называют Милхемет Митсва. В Талмуде Сота 44 Бет Рава сказал, завоевательная война Яшуа была предписывающей заповедью согласно всем мнениям. Нельзя допускать ошибку, говоря, что эта заповедь применяется только к семи народам, которые нам было заповедано уничтожить. Это не так. Нам было заповедано уничтожить эти народы, когда они сражались против нас, и если бы они хотели заключить мир, мы могли бы сделать это на определенных условиях. Однако мы не можем оставить землю под их управлением или под управлением любого другого народа во всех поколениях. Конец цитаты. Одна из причин, почему еврейский народ начал презирать желанную землю, страх перед народами, другая причина желание хорошей жизни. У евреев развелось заблуждение, что в Эр-Цесраэль жить опасно, в отличие от изгнания. Именно по этой причине Бог разгневался на поколение пустыни, которая вышла из Египта. Цитата. Вы сказали, что ваших детей возьмут в плен, но именно их я приведу туда, чтобы они узнали землю, которую вы отвергли. Бемидбар 14, 31. Все, кто боялся идти в Эр-Цесраэль из страха смерти, умерли в пустыне, тогда как их дети вошли в землю и выжили. Этот пример учит нас тому, что Эр-Цесраэль единственное безопасное место для еврейского народа, тогда как изгнание их могила. Мудрецы пишут Турат-Куанин Бехукатай глава первая. Вы будете жить безопасно в своей земле. Вайкра 26, 5. В вашей земле вы будете жить безопасно, а не вне ее. Конец цитаты. Похожим образом выразился и Авадия. Стих 17. На горе Сион будет избавление. Другими словами, в Сионе, а не в изгнании. Бог лучше кого бы то ни было знающий менталитет своего народа, прекрасно понимал, что Израиль всегда будет предпочитать нееврейский образ жизни изгнания с его мерзостями. Об этом написал еще царь Шломо Мишли 9.17. Украденные воды сладки и хлеб съеденный в тайне приятен. Таким образом, Бог постановил, что в изгнании Израиль никогда не будет в безопасности. Вот что сказано в Берешит Раба 33.6. Он отправил голубя. Он не мог найти место, чтобы дать отдых своим ногам. Берешит 8.8.9. Иуда Бар Нахман сказал от имени Раби Шимона, Если бы он нашел место для отдыха, он не вернулся бы. Поэтому сказано Она живет среди народов, она не находит отдыха. Плачь Ирмияву 1.3. А также Среди тех народов у тебя не будет покоя, не будет отдыха ступням твоих ног. Дворим 28.65. Если бы Израиль нашел покой в изгнании, они бы не вернулись. Конец цитаты. Так Бог постановил, что в изгнании Израиль никогда не обретет постоянный покой. Мануах. А кто утверждает обратное, является невеждой. Именно этим словом Раби Нахман называет отца Шимшона Мануаха. Смотри Барахот 61. Алиф. Наши мудрецы не зря сравнивали изгнание с кладбищем. Михилта Бо 1. Если Израиль откажется жить в Эрцисраэль, если они променяют его на мерзости народов, у них не будет будущего. Об этом же говорит и пророк Ехескель 20.32.34. То, что приходит вам на ум не сбудется. Ваше желание мы станем как народы, чтобы служить дереву и камню. Жив я, говорит Бог, с могучей рукой, распростертой рукой и с излитой яростью я буду царем над вами. Я удалю вас из народов и соберу вас из стран, где вы были рассеяны могучей рукой, распростертой рукой и с излитой яростью. Конец цитаты. Говоря, что израильтяне будут служить дереву и камню, Ехескель не имел в виду, что они в прямом смысле будут служить идолам. Эта фраза согласуется с переводом Онкилоса выше приведенного стиха Дворим 28 64 Там вы будете поклоняться народам, которые поклоняются идолам. Иными словами, Израиль не обязательно сам начнет поклоняться идолам, но он начнет служить неевреям, которые им поклоняются. Подобное преклонение перед народами это страшный хилу лошем, ведь получается, что идолы как бы победили Бога. В таком же ключе этот стих перевел и Йонатан «Вы будете платить налоги идолопоклонникам». Другими словами, не народы служат Израилю в Эрц Исраэль, но Израиль служит им. Иеремия сказал 5 19 «Как вы забыли меня и служили чужим богам в вашей земле, так же вы будете служить чужакам в земле, которая не ваша». Конец цитаты. Сегодня место идолопоклонства заняла мировая культура, так что Божий запрет удалиться от народов по-прежнему актуален. Бог говорит «С излитой яростью я буду царем над вами». Ехескель 20 33 Он имеет в виду, что он силой выведет Израиль из изгнания, по крайней мере тех, кто не погиб от руки Бога, подобно упрямым евреям в Египте и прошел через все ужасы изгнания. Как известно, последнее избавление будет подобно первому. Горе упрямым детям, дерзнувшим убежать от Бога из Эры Цисраэль. Они вообразили, что потеряли свою родину Эры Цисраэль и теперь можно спокойно устроиться в изгнании. О таких сказано «Я рассею их среди народов, которых не знали ни они, ни их отцы, и я пошлю на них меч, пока не пожру их». Ирмиягу 9.15 «Да смилостивится над нами Бог!» Другая причина, по которой Израиль утратил свои ценности и эмоциональную связь сердца Сраэль — искажение изгнанием Галахи. Мы стремились избежать трудного выбора, связанного с необходимостью изолироваться от народов и зарабатывать свой хлеб самостоятельно. Вспомним высказывание мудрецов Брахот 5. Алиф «Бог дал Израилю три отличных подарка и все посредством страдания Тору, Эрец Исраэль и будущий мир». Конец цитаты. «Вся жизнь человека это испытание, сможет ли он принять ярмо неба из заповедей? Чтобы получить что-то ценное, нужно сначала заплатить за это высокую цену. Эрец Исраэль — это очень ценный подарок, и он требует самопожертвования, так украшающего избранный народ. Где бы мы ни были, везде мы обязаны доказывать нашу веру и доверие к Богу. Тем более это касается Эрц Исраэль, избранной земли, символа изоляции Израиля, согласно Дворим 32 12. «Господь один ведет их». Но нет, снова и снова мы оказываемся не способны выполнить эту миссию. Танхума Тазрия 6. Комментарий Коэн, который смотрел пятна проказы, смотри Вайкра 13, стал беден и решил покинуть землю. Он позвал свою жену, сказав, «Я научу тебя, как смотреть пятна проказы. Если ты видишь, что источник на волосах человека высох, ты понимаешь, что он поражен, ибо Бог создал в каждом волосе источник, из которого можно пить?» Его жена ответила, «Если Бог создал для каждого волоса свой собственный источник, то тем более он предоставит пропитание тебе, человеческому существу, у которого много волос, а также детям, которых ты обеспечиваешь». «Таким образом, она не позволила ему покинуть землю». Конец цитаты. «Неверие в Божью способность защищать нас, наша древняя болезнь, имеющая многовековую историю, с древних времен эта чума мешала нам исполнять великую заповедь жить в земле. Мы всячески искажали эту заповедь, придумывая себе тысячи отговорок и оправданий. В дни судей Миха поставил у себя дома идола и нашел человека, который согласился стать его жрецом. Если верить мудрецам, это был внук Моше, сын его сына Гершома. Когда его спросили, почему он на это согласился, он ответил, Бава Батра 110 Алиф. Такова традиция, которую я получил от дома моего деда. Лучше заняться идолопоклонством Авадазара, чем зависеть от милостыни. Он думал, что Авадазара означает в буквальном смысле служение идолам, тогда как на самом деле это значит чужая работа, работа, Авада, которая кажется чужой, зора. Конец цитаты. Здесь содержится урок для каждого современного еврея, который оправдывает свое нежелание жить в Эрцисраэль невозможностью найти там хорошую работу. Вместо того, чтобы положиться на Бога и взяться за любую работу, какую удастся найти ради исполнения важной заповеди, такие евреи предпочитают служить идолам в изгнании. Кто вот 110 бет. Если кто-то живет вне земли, это тоже, как если бы он поклонялся идолам. Конец цитаты. Давайте рассмотрим с этой точки зрения ситуацию, когда Бог потребовал от израильтян обрезаться сразу же, как только они перешли через Иордан и поднялись в Гал-Гал. К тому моменту все мужчины, покинувшие Египет, все воины умерли в пустыне, а все, кто родился в пустыне, были не обрезаны. Яшуа бен Нун 5 4 5 В Евамот 71 Бет задается вопрос, почему они не обрезались за целых 40 лет? И сразу же дается ответ 72 Алиф Над ними не дул северный ветер. Все эти годы, а без северного ветра обрезание представляет опасность. Почему так? Возможно в качестве порицания, а возможно чтобы не рассеялись облака славы. Конец цитаты. Второй вариант объяснения кажется сложным для понимания. Разве возможно, что ради сохранения облаков славы Бог отменил великую заповедь обрезания? Родак объясняет Иошуа бен Нун 5 2 Можно предположить, что Бог мог привести северный ветер и при этом не рассеивать облака славы и не отменять заповедь обрезания. Однако эта заповедь была не отменена, но лишь отсрочена, и Бог не стал изменять законы природы просто чтобы обойти эту отсрочку. Конец цитаты. Странно, Родак говорит, что Бог решил не наводить северный ветер, чтобы не нарушать законы природы. Но разве прекращение ветра на 40 лет не является гораздо большим нарушением этих законов? Для меня абсолютно очевидно, что Бог специально, несмотря на огромную важность обрезания, отсрочил его, чтобы все израильтяне смогли исполнить эту заповедь одновременно при входе в землю обетованную. Обрезание всегда сопровождается болью и кровью, что символизирует самопожертвование и веру в Бога. Здесь мы видим урок, чтобы обрести Эрц Исраэль, мы должны пройти через страдания, а объединив две заповеди обрезания и Эрц Исраэль Бог отделил еврея и Израиль от народов. Как мы могли отказаться от этой великой заповеди? Как случилось, что страдания, связанные с Эрц Исраэль, перевесили для нас ценность этого подарка от Бога? Вермияву 3.19 говорится «Я дал вам желанную землю». Проклятое изгнание так прочно вошло в наш народ, что мы не только не стремимся покинуть его, но даже уже не считаем его наказанием. Какое чудовищное извращение! Действительно, еврейский народ стал народом глупцов. Они не хотят видеть правду, как разведчики Ханаана. Как они могут наслаждаться богатством и комфортом изгнания и одновременно повторять праздничную молитву муссов. Из-за наших грехов мы были изгнаны из нашей земли. Как они вообще объясняют для себя слова мудрецов великого собрания, учредивших эту молитву. Глупый народ! Как актуально звучат сегодня слова наших мудрецов Сифри Экф 43 Земля не даст свои всходы Дворим 11 17 Комментарий Следует ли тогда покидать землю и наслаждаться изобилием? Поэтому сказано Дворим 28 23 Небеса над тобой станут как медь и земля под тобой будет как железо то есть даже в изгнании после всех страданий которым я подвергну тебя я изгоню тебя изгнание жестоко ибо оно равно всем остальным наказанием вместе взятым конец цитаты горе нам мы стали жертвами людей которые исказили Тору и сами искажены изгнанием такие люди любят цитировать Псахим 67 бет Бог совершил милосердное деяние для Израиля ибо он рассеял их среди народов из этого стиха они делают вывод что изгнание является милосердным даром Бога возможно ли более ужасное извращение любой ребенок знает что в Торе изгнание предстает как страшное наказание за страшные грехи во втором абзаце молитвы шма которую мы читаем дважды в день сказано вы быстро исчезнете из доброй земли которую Господь дает вот вам дворим 11 17 именно ответом на этот стих является вышеприведенное изречение мудрецов об этом же мы читаем в страшном то ха ха из ваекра 26 33 36 я рассею вас среди народов и подниму против вас меч я сделаю небезопасной жизнь тех из вас кто выживет в земле ваших врагов об этом же говорится и во второзаконии 28 64 65 Господь рассеет вас среди народов от одного конца земли до другого среди тех народов вы не будете чувствовать себя в безопасности и не будет отдыха вашим ногам там Господь сделает вас трусливыми уничтожит ваш внешний вид и сделает вашу жизнь безнадежной конец цитаты это очень простое объяснение дело не в том что в изгнании есть что-то положительное это наихудшее наказание из возможных а в том что в нем есть элемент милосердия в кавычках раз уж Бог приговорил нас к изгнанию то хотя бы мы рассеяны по миру почему чтобы народы не смогли уничтожить их всех сразу раши там же но даже это весьма слабое утешение мудрецы пишут турад куаним бехукатай глава 6 я рассею вас среди народов вайкра 2633 комментарий это тяжелый удар для израиля ибо если всех граждан страны изгнать в одно место они будут видеть друг друга и утешатся с вами это не так ибо в будущем я рассею вас среди народов конец цитаты да по своей сути изгнание тяжелое страшное наказание однако нас немного утешает то что мы изгнаны не в одно и то же место где народы смогли бы нас быстро уничтожить впрочем это и плюс и минус одновременно однако ясно как день что все кто приводит этот источник для доказательства полезности изгнания либо невежды либо жертвы изгнания процитируем еще один текст Турат Куаним Беар Парашета 5 дать вам землю Ханаан чтобы быть вашим Богом Вайкра 25 38 комментарий на основе этого наши мудрецы сказали кто живет в Эрц Исраэль принимает на себя ярмо небо но если кто-то покидает землю это тоже как если бы он поклонялся идолам так же сказано и о царе Давиде да будут они прокляты перед Богом ибо изгнали меня сегодня чтобы я не прилепился к наследию Бога говоря ступай служи другим Богам 1 Шмуэля 26 19 можем ли мы предположить что царь Давид поклонялся бы идолам скорее он объяснил бы так кто живет в Эрц Исраэль принимает на себя ярмо небо но если человек покидает землю это тоже как если бы он поклонялся идолам конец цитаты у мудрецов есть и другое изречение Сифри Аазину 333 раби Мейр бывало говорил кто живет в Эрц Исраэль читает шма утром и вечером что составляет принятие Бога царем и говорит на святом языке обязательно получит место в будущем мире конец цитаты отказ Израиля с верой выполнить заповедь Эрц Исраэль что по важности соответствует всем остальным вместе взятым стал причиной национальных бедствий прошлых и упаси Бог будущих мудрецы говорят Йома 9 Бет Реш-Лакиш купался в Иордане и раба Бархана который пришел из Вавилона изучать Тору подошел и протянул ему руку Реш-Лакиш сказал ему я клянусь что ненавижу вас то есть евреев Вавилонии Раша комментирует тем что они не пошли в Эрц Исраэль в день Эзры они помешали Божественному присутствию вернуться во второй храм и остаться в нем сказано если она будет стеной мы построим на ней серебряную башню и если она будет дверью мы облицуем ее кедровыми досками песня песней 8 9 конец цитаты это близорукое нежелание покидать изгнание самый древний грех нашего народа который еще в период второго храма помешал окончательному избавлению современное еврейство изгнание повторяет грех вавилонского еврейства прошлого и дай Бог чтобы они наконец прозрели и обрели веру именно об этом писал в своем великом философском труде кузари духовный титан рабе иуда галеви 2 24 в нем еврейский философ отвечает не еврею хазарскому царю ты пристыдил меня о царь этот грех отказ евреев от попыток вернуться в Эрцисраэль мешает нам выполнить то что Бог определил как задачу второго храма как сказано Захария 2 14 пой и радуйся о дочь Сиона ибо вот я иду и буду жить в твоей среде говорит Господь нет цитаты Божий план должен был прийти в действие во втором храме если бы все согласились вернуться добровольно вместо этого некоторые вернулись но большинство в том числе великие лидеры остались в Вавилонии предпочитая изгнание и рабство чтобы не расставаться со своими домами и деловыми предприятиями конец цитаты в Шир-Гаширим раба 8 9 3 сказано что мы сделаем для нашей сестры Шир-Гаширим 8 8 что мы сделаем в день когда вышло постановление Кира пусть каждый кто пересек Ефрат пересечет его пусть каждый кто не пересекал Ефрат не пересекает его если бы евреи вышли из Вавилона все вместе хелухума храм не был бы разрушен во второй раз конец цитаты персидский царь Кир вынес указ 2 летопись 36 23 все царства земли Господь Бог Небесный дал мне и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме который в Иудее кто бы ни был среди вас из его народа да будет Господь Бог с ним пусть выходит конец цитаты если бы евреи все вместе вышли из Вавилона сразу же после указа Кира вдохновленного Богом Господь не стал бы впоследствии разрушать храм Божественное присутствие вечно пребывало бы в его стенах и благодаря нашей вере пришел бы Машиах но нет вавилонские евреи удобно устроились на своих новых местах и не захотели возвращаться в Иерус Исраэль пришло лишь меньшинство как мы читаем Эзра 2 64 вся община составляла 42 360 человек вот такое ничтожное число людей вернуло Сверц Исраэль тогда как подавляющее большинство предпочло комфорт изгнания и презрело обетованную землю среди вернувшихся было немало нытинин рабов и незаконно рожденных тогда как в Вавилоне остались многие видные евреи позже Кир постановил что те кто еще не ушел должны остаться мудрецы пишут Шир Гоширим Раба 5 5 Кир отправился в путешествие по своему метрополису Вавилону и увидел что он в запустении он спросил что это значит где мастера золотых и серебряных дел ему ответили разве ты не постановил пусть все евреи идут и строят храм мастера и золотых и серебряных дел были среди тех кто пошел строить святилище в тот момент Кир постановил пусть каждый кто перешел реку Ефрат идет но пусть каждый кто не пересек ее останется конец цитаты позже в Медраше говорится там же 8 9 3 раби и услышал объяснение раби шило если она будет стеной алия ширга ширим 8 9 если бы Израиль пришел вместе буквально как стена из изгнания храм не был бы разрушен во второй раз то есть раби шило дал то же объяснение что и купец на рынке раби Зеи рассказал невежда преподал мне хороший урок конец цитаты и правда сколько уроков преподали нам невежды и еретики нашего времени ибо они поняли то что ускользнуло от ученых да смилостивится над нами Бог наши предки отказались от Эрцесраэль и ради спокойной жизни выбрали скверну изгнания наше поколение тоже променяло славу желанной земли на обжорство и пьянство изгнания и никто не спешит смыть Сэрцесраэль это оскорбление напротив самые видные лидеры поколения одобряют изгнание и его мерзости вот что написал блистательный Раф Яаков Эмден во вступлении к своему труду Сидур Бет Яаков Сулам Бет Эль литера 6 Даже ни один из тысяч не встал чтобы занять ее и поселиться там только один на страну и двое на поколение никто не принимает ее в расчет и не хочет любить ее никто не беспокоится о ее благополучии и не жаждет увидеть ее мы вообразили что если мы мирно живем вне земли то мы уже нашли другую Эрцисраэль и Иерусалим подобные первым вот причина по которой Израиль живя в мире и великом почете в Испании и других странах во время изгнания имел столько бедствий и затем был изгнан из Испании вплоть до того что там не осталось ни одного из народа Израиля конец цитаты эти слова Раф Яков Эмден записал в проклятой Германии несколько веков назад кто к ним прислушался кто принял их за руководство к действию Раф Эмден продолжает отвечать лицемером сетующим на трудности жизни в Эрцисраэль Опасности пустыни и морских переходов конечно же не освобождают человека от выполнения такой великой заповеди Представьте что вы пересекаете долину или ущелье На каждой горе и холме богатые и бедные быстро бегут как кони чтобы заработать на пропитание Какой великой опасности мы подвергаем себя ежедневно За корку хлеба ты преодолеваешь большие расстояния которые притупляют твое зрение и укорачивают твою жизнь Однако когда речь заходит о славе твоего Создателя и бессмертии твоей души ты говоришь Лев преградил мне путь Мишли 26 13 Сколько еще лодырь ты будешь лежать в постели безделья пока не обнажаться основания земли Почему бы не приобрести средства чтобы устремиться в погоню за жизнью пока у тебя еще есть возможность Конец цитаты Нам всем малым и великим должно быть стыдно Сколько душ погибло под прессом ассимиляции изгнания Цитата Она не спровергла многих раненых Да сильное воинство все ее убитые Мишли 7 26 Уже одно это требует от каждого еврея взывать и не удерживаться Ишаяу 58 1 Вспомним слова пророка Идите идите уходите оттуда прочь из нее не прикасайтесь ни к чему не чистому будьте чисты вы несущие сосуды господа Ишаяу 52 Ешаяу призывает израильтян несущих сосуды господа потому что они несут ярмо божьих заповедей Махарик Ра покинуть мерзости изгнания Мицудат Давид комментирует очистите себя от всей нечистоты вы несущие сосуды господа а вот комментарий Ибн Эзры уходите оттуда каждый еврей из места своего изгнания не прикасайтесь ни к чему не чистому отделитесь от народов мира прочь из нее все из страны своего изгнания нигде в приведенных стихах не уточняется что это Вавилония конец цитаты Раши написал уходите из нее из изгнания ибо следующие слова утешения Вишаягу 52 12 могут относиться только к концу окончательного изгнания конец цитаты похожие слова написал и Ермиягу о вавилонском изгнании бегите из среды Вавилона выходите из земли халдеев будьте как козлы перед стадом Ермиягу 50 дробь 8 Махарик Ра комментирует Ермиягу сказал им «Я знаю что в будущем все кто в Вавилонии умрут от копья или меча поэтому уходите сейчас пока не пришло бедствие» конец цитаты сегодня когда на горизонте уже забрежило последнее избавление когда слышна поступь Машиаха а мы по доброте Бога заслужили вернуться в Эрцисраэль и создать там государство Божий призыв звучит как никогда громко уходите прочь покинуть мерзости изгнания чтобы отделиться от народов и защитить чистоту Божьей Торы чтобы спасти еврейские души от чумы ассимиляции чтобы осветить имя неба сбросив иностранное ярмо подробнее я остановлюсь на этом важном принципе чуть ниже а сейчас мне кажется уместным поговорить о том почему само существование изгнания это Хилул Гошем а возвращение в Эрцисраэль напротив Кедуш Гошем когда народы правят евреями и Израэль унижен то порабощены не только евреи но и сам Бог что по определению является Хилул Гошем я уже ссылался на мнение Раши о стихе Ехэскель 39 7 мое святое имя я сделаю известным среди моего народа Израиля я больше не буду терпеть что мое святое имя Хулица народы узнают что я Господь Святой Израиля Раши говорит унижение народа Израиля это Хилул Гошем поскольку народы говорят о нем это народ Господа и он вышел из его руки Ехэскель 36 20 однако он не может спасти их конец цитаты сам факт завоевания Эрцисраэль народами и изгнания из него Израиля позволяет нееврею сделать вывод что в Израиле нет Бога если бы он там был и если бы он был всемогущ он бы не позволил народам разрушить страну и храм и изгнать свой народ даже если израильтяне и не страдают от руки неевреев сам факт что они вынуждены жить в их стране и зависеть от их доброй воли уже является Хилул Гошем Израиль только тогда сможет осветить Божье имя когда обретет суверенитет и собственную землю но если он будет и дальше упорно отказываться покинуть изгнание то Бог в гневе закончит его чтобы положить конец Хилул Гошем самое лучшее время убежать пока не наступило бедствие одним словом сама мысль о подчиненности Израиля другим народам и их культурам по определению является Хилул Гошем она противоречит воле Бога требующей создать избранный драгоценный народ в избранной драгоценной земле в которой Израиль будет отделен от народов и их культур только там он сможет жить согласно Торе в ее незапятнанной первозданной чистоте только там сможет создать независимое государство и общество под Божьим владычеством и вот это уже кедуш Хашем каждый еврей обязан жить в Эрцисраэль потому что жизнь в изгнании противоречит Божьей воле и оскверняет ее это священный долг каждого еврея к какой софистике какой невероятной интеллектуальной гимнастике приходится прибегать насмешником обетованной земли как Бог устранил египетское изгнание и убил всех кто решил в нем остаться так же произойдет и при нынешнем последнем изгнании Бог прольет свой гнев и уничтожит всех кто отказывается покинуть изгнание да поможет нам небо Бог не только создал вселенную землю и всех ее обитателей но и обладает ими по праву создателя цитата земля принадлежит Господу и все что ее наполняет Таилим 24 1 он дал Эрец Исраэль еврейскому народу чтобы тот создал в ней государство и общество согласно законам святой Торы он дал им земли народов они наследовали труды людей чтобы хранить его указы и соблюдать его законы Таилим 105 44 45 Бог забрал Эрец Исраэль у народов которые там прописались как дома по одной простой причине Бог создавший вселенную является ее владельцем и хозяином он приобрел себе вселенную актом ее сотворения и люди которые тоже являются сотворением Бога это квартиранты в Божьем доме и не им указывать Богу как поступать если Бог захочет он может поселить определенный народ в определенной земле и если захочет выселит его оттуда и никаких самостоятельных прав на землю ни у кого нет мудрецы говорят об этом так Песикта Деравкаана 15 эха страница 123 поэтому так говорит владыка господь воинств Ешаяу 1 24 Шмуэль Барнахмени сказал везде где написано владыка аддон речь идет о том что Бог искореняет жителей из их домов и заменяет их другими прообразом этого служит стих вот ковчег завета владыки всей земли Яшуа Беннун 3 11 в котором Бог искореняет хананеев и приводит Израиль конец цитаты во всем что касается эрцисраэль нам не нужно извиняться и искать себе оправдания евреи пришли в землю семи туземных народов и отняли ее у них по приказу владельца Бога Бог искоренил из этой земли народы которые здесь жили и ввел в нее свой избранный народ Израиля потому что земля принадлежит ему а не ее жителям которые лишь квартиранты Раби Яшуа из Сахнина сказал от имени Раби Леви Берешит Раба 1.2 Он объявил своему народу силу своих дел дав им землю народов Таилим 111.6 Почему Бог открыл Израилю что было создано в первые и второй дни творения Комментарий то есть почему Тора описывает все творение если ее главная задача дать закон Раши говорит Берешит 1.1 Тора должна была начинаться со стиха этот этот месяц будет у вас начальным месяцем Шмот 12.2 что есть первая заповедь данная Израилю это из-за народов мира чтобы они не прокляли Израиль и не сказали что вы за народ грабителей Израиль может ответить разве вы сами не грабители точно сказано Ковтори мы пришли из Ковтора и истребили обвеев заняв их земли Дворим 2.23 Комментарий Иными словами вы и все прочие народы обвиняющие нас в грабеже лицемеры В конце концов многие народы без всякого права отбирали землю у других народов которые жили на ней раньше например Ковторимы истребили обвеев и заняли их территорию в Дворим 2.23 есть и другие примеры народов грабивших своих соседей мир и все что в нем принадлежит Богу когда он пожелает он берет его у вас и дает нам так сказано он объявил своему народу силу своих дел дав им землю народов Таилим там же он напомнил им историю всех поколений конец цитаты интересно что перед основным ответом Израиля народом те выдвигают дополнительный аргумент почему вы евреи и хананеи считаете себя невиновными в конце концов эрцисраэль была дана потомкам Сима а хананеи потомки Хама забрали ее у них вот что пишет Раши о стихе Берешит 12.6 тогда в земле были хананеи хананеи постепенно завоевывали эрцисраэль у потомков Сима поскольку она отошла Симу когда Ной разделил землю среди своих сыновей конец цитаты итак в ответ на обвинение в том что Израиль украл землю мы можем ответить изначально земля принадлежала сынам Сима и это хананеи украли ее у них следовательно воры они а не мы и лишь затем следует главный аргумент мир и все что в нем создан Богом и принадлежит ему по праву владельца он дает его кому хочет и отнимает у кого хочет он выбрал Израиль как свой избранный драгоценный народ и землю дал ему а не хананеем так же сказано он выгонит перед вами народы более великие и сильные чем вы чтобы привести вас в их землю и дать ее вам в наследие то что он делает сегодня дворим 4 38 сфорно комментирует дать вам их землю которая принадлежит Богу готовая обрести совершенство неспосланное свыше в другом месте читаем дворим 6 10 11 комментарий чтобы дать вам великие процветающие города которые вы не строили у вас также будут дома наполненные всякими хорошими вещами которые вы туда не клали готовые колодцы которые вы не копали и виноградники и оливковые деревья которых вы не сажали вы будете есть и насытитесь конец цитаты в другом месте читаем своей рукой ты выгнал народы и посадил Израиль там ты поразил народы и рассеял их Таилим 44 3 ты пересадил виноградную лозу из Египта ты выгнал народы и насадил ее ты очистил место перед ней и она пустила глубокие корни и наполнила землю Таилим 89 10 итак нет никакой необходимости извиняться перед народами искать себе оправдания и нравственные в кавычках причины для завоевания Эрци Сраэль она принадлежит создателю вселенной владельцу и владыке мира он забирает ее у грешников и дает нам и нет ничего более нравственного чем принять его волю и ярмо ни народы ни Израиль не имеют права собственности на эту землю как сказано вся земля моя передо мной вы чужеземцы и временные жители Ваикра 25 23 вся земля вместе со своим содержимым принадлежит Богу мое серебро и мое золото Аггей 2 8 все приходит от тебя и от твоего мы отдали тебе первая летопись 29 14 этот последний стих помогает лучше понять Шмот 25 2 обратись к детям Израиля и пусть они возьмут для меня приношение логичнее было бы сказать пусть они дадут мне приношение так было бы понятно что у израильтян есть что-то что они могут дать Богу однако стих сформулирован по-другому пусть они возьмут для меня иными словами они должны взять нечто у Бога что принадлежит ему и затем вернуть ему это в качестве приношения в этой жизни в этом мире у человека нет права собственности ни на что если у него что-то есть это принадлежит владыке вселенной который лишь дает это ему в пользование да и то на определенных условиях мудрецы пишут брахот 35 алев человек не должен извлекать выгоду из этого мира без благословения Бога и кто так поступает совершает правонарушение Шмуэль сказал извлекать выгоду из этого мира без благословения Бога это как извлекать запрещенную выгоду из служб храма как сказано Таилим 24 1 Господу принадлежит земля и все что ее наполняет конец цитаты раби леви обратил внимание на противоречие сказано Господу принадлежит земля и все что ее наполняет и при этом небеса принадлежат Господу но землю он дал человечеству Таилим 115 16 первое относится к ситуации когда человек еще не произнес благословения последнее когда уже произнес цитата Господу принадлежит земля и все что в ней конец цитаты Бог владеет и землей и ее содержимым при этом Бог позволяет человеку пользоваться его собственностью при условии что он будет признавать имущественное право Бога через благословение это происходит например когда человек платит трума и массер десятины для коэнов и левитов и совершает жертвоприношение если человек извлекает выгоду из своего имущества и не соответствует условиям Бога он крадет у неба потому что все принадлежит Богу и дается человеку только на определенных условиях что касается дздака милостыня то заповедь требует жертвовать до пятой части всего богатства кто вот 50 алиф цитата в уши было предписано чтобы человек дающий дздака бедному не давал больше пятой части иначе ему тоже потребуется помощь какой стих подтверждает это от всего что ты даешь мне я дам десятую часть асэр асрену брешит 28 22 раша комментирует двойное упоминание десятой части в сумме дает пятую часть в иерусалимском талмуде в начале трактата п.а. говорится сначала человек берет из своего имущества а затем из своих доходов другими словами в первый год учета благотворительности человек жертвует пятую часть от имущества а в последующие годы от дохода бог не зря сделал еврейское слово ашир богатый похожим на маасер десятина мы сразу понимаем что если человек хочет разбогатеть он должен давать десятину дворим 44 22 возьми десятину асер маасер от всех своих посевов мудрецы комментируют это так таанит 9 алиф возьми десятину асер чтобы стать богатым тит ашер а вот о чем пишет рамбам хилхот матанат аниин 7 10 если кто-то не хочет давать сдака либо дает меньше чем положено судьи заставляют его и применяют раввинистическое наказание плетьми пока он не даст столько сколько способен дать судьи идут в его имение и в его присутствии берут все что он может дать смотри также ктубот 49 бет здесь мы видим важный принцип учение торы о благотворительности существенно отличается от представлений ложной иностранной культуры для народов дздака это акт милосердия как будто имущество принадлежит человеку если богатый проявляет милосердие и делится с нуждающимися он заслуживает всяческих похвал тора рассматривает благодеяние совершенно иначе в ней дздака не имеет отношения к милосердию это заповедь приказ закон основанный на цедек правосудие это долг еврея которому его можно даже принудить в нееврейской культуре сложилось множество различных взглядов на имущество несмотря на ряд внешних различий все они основаны на представлении о том что собственность принадлежит человеку в этом отношении нет никакой разницы между понятиями капитализм социализм или коммунизм кто-то может считать что собственность должна быть в частных руках а кто-то что она должна принадлежать обществу но в любом случае обе стороны наделяют человека правом владения однако божья тора учит что все в мире принадлежит богу и всякая собственность дана человечеству лишь в пользование вот почему если бог велит давать сдака мы обязаны это делать сдака вообще не имеет отношения к тому чем человек обладает поскольку он этим и не обладает вовсе но получил в пользование а раз так то мы заставляем человека отдать то что велит божья цедек справедливость об этом мудрецы говорят вавод 3.7 отдай богу то что принадлежит ему ибо и ты и все что у тебя его а вот о чем сказано второнитка о ним Беар 4.8 земля моя Ваикра 25.23 комментарий не презирай ее цитата ибо вы чужеземцы и временные жители комментарий не придавайте первостепенного значения себе так сказано первая летопись 29.15 ибо мы странники перед тобой и путешественники как и все наши предки конец цитаты также царь Давид сказал тыли им 39.13 ибо я странник с тобой путешественник как и все мои предки конец цитаты передо мной для раба достаточно того что он подобен своему господину когда вы мои тогда она ваша другими словами когда вы мои когда следуете моим заповедям и признаете мое владычество над вами тогда земля и все что в ней будет ваше всегда когда в писании используется слово ли буквально мне на самом деле оно означает мое при соблюдении всех условий например вся земля моя ваекра 25 23 каждый первенец мой бемидбар 3 13 левиты будут моими бемидбар 8 14 если раб не освобожден другим образом он и его дети будут освобождены в юбилейный год это потому что дети Израиля мои рабы фаекра 25 55 в арамейском торгум Йонатан этот стих переведен так сыны Израиля мои рабы моей торы никто на земле не свободен сыны Израиля не свободны они рабы бога и торы а поскольку мы рабы то может ли у нас быть собственность как известно все имущество раба принадлежит его господину а ведь нам даже не разрешается иметь рабов бог единственный владелец неба и земли обратим внимание что слово ли имеет числовое значение 40 здесь содержится скрытый смысл человек обретает облик на сороковой день после зачатия брахот 60 алиф тора была дана спустя 40 дней наказание состоит из 40 ударов 40 дней длился потоп еврей должен понимать что все мир наказание даже он сам всем этим владеет бог и все это ли 40 вспомним стих шмот 25 2 пусть они возьмут для меня приношения дадзики ним бали ато сафот так комментирует этот стих этот раздел был произнесен в течение 40 дней когда была передана тора конец цитаты так или иначе теперь нам ясно что эрц Исраэль это божья собственность данная Израилю в наследие где он может отделиться от других народов и создать совершенное общество торы это место где Израиль будет защищен от губительного влияния иностранной культуры бог взял землю у народов удалил их и привел на их место Израиль чтобы он хранил его тору из заповеди в тот момент когда бог решил дать землю своему народу она стала эрц Исраэль земля народа Израиля это божья земля которую он дал Израилю в качестве святой земли каждый еврей обязан жить в эрц Исраэль это его священный долг если он живет вне эрц Исраэль он совершает хилул Хашем поскольку бог повелел Израилю отделиться от народов и их культур в эрц Исраэль нет места нееврею за одним лишь исключением если он не претендует на суверенитет и управление землей никакой нееврей не имеет ни малейшего права собственности на эрц Исраэль более того если нееврей отвергает Божий суверенитет и право его народа Израиля владеть землей в ее полноте он восстает против Бога и хулит его имя в таком случае у него есть только две альтернативы либо покинуть землю либо умереть суверенитет суверенитет ее и умереть Продолжение следует...